Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про один очень интересный лук, как обычно. Это снова был Джон Синге, но так уж ситуация сложилась, что именно эти ребята делают недорого и не сильно говеным, что меня в принципе очень-очень радует. Именно по соотношению цена-характеристики, я уже говорил, эти луки завоевали себе определенную популярность. И вот какая ситуация. Есть стандартные луки. F177, F179. Вот там более свеженькая, F185. И чаще всего они бывают в длинах каких? Ну вот 177 продается в основном, это 15-дюймовая ручка. Хотя есть и 17-дюймовая, но сюда везут в основном 15 дюймов. F179, просто бестселлер, очень интересный лук. Там 17-дюймовая ручка. Ну и вот 185-я, там ручка бывает красная. Ну, в частности, тоже есть 17-дюймовая. Кому нужны короткие рукояти? Это охотники, боуфишеры, всякие ребята, которым нужна скорость, компактность. Кому-то там полазить по полям, по лесам и так далее. То есть это маленькие, злобные, быстрые, скоростные луки. Это не хорошо и не плохо, это факт. То есть каждый выбирает тот размер, который ему нужен. Но, если мы просто стреляем по мишеням или участвуем в 3D, то использование столь коротких рукояток, наверное, идея не самая удачная. Не потому, что из них нельзя стрелять. Можно, еще и как. Но, давайте на чистоту. Чем больше лук, ну, в определенных пределах, тем он более точный. Как бы смешно это ни звучало. Посмотрите на спортсменов. Луки-то у них длиннючие. Сделано это не просто так. Это касается и... А что я болтаю? Смотрите. Вот у меня в руках очень интересный лук. Это модель F-155. Олимпик начинающего уровня. 66-дюймовый лук. Ручка 21 дюйм. Для начинающих, для развлекаловки, для детей, для... Много для чего. Это действительно очень неплохой лук для начинающих. И когда меня спрашивают, а какой лук выбрать, я очень часто смело могу его рекомендовать, потому что лук мягенький, тянется достаточно в широких пределах очень хорошо, нетребовательный, ну, и так далее. Ну, опять-таки, под вес куча всего. А теперь смотрите, что я вам покажу. Смотрите. Почти одинаковые. Красота. Короче говоря, это 185-я ручка. Длиной 21 дюйм и с длинными плечами. Я в свое время эту тему просек каким образом. Был на обзоре очень интересный, очень необычный лук F-163. Очень странная, очень интересная вещь. На любителя, но право на жизнь имеет. Действительно любопытная штука. И на том луке стояли длинные плечи. Я их поставил в ручку 179-го. И получился очень интересный лук. Короткая рукоять и длинные плечи. Во многом, это для некоторых людей стало просто спасением, потому что 179-й лук небольшой. И он не всем был комфортный, потому что у некоторых уже заканчивался комфортный вытек. Длинные плечи там просто спасали ситуацию. Соответственно, их можно прилепить точно так же и 177-ю ручкой, и 185-й. Что я, собственно, сделал? Ёшки-матрёшки. Вот, вот. Я ненавижу манкунговские перематьстрелы. Ну, это просто зла не хватает. Я не знаю, как они их собирают. Ну, это ужас какой-то. Чёрт знает что, и сбоку бантик. Это просто какой-то кошмар. Хвостовики ломаются, вылетают. Неподобство, якаюсь. Насчёт стрел. Вон мне, Powerball подогнали. Уматные стрелы, там разные. Стеклопластик, алюминий, карбон. В принципе, даже ничего. Особенно мне вот эта понравилась, поворотная система. Приятная штучка. Кстати, насчёт стрел. Вот эти вот стрелы. В принципе, вещь неплохая. Во-первых, они стоят чуть больше, чем нифига. Три-четыре доллара. Пройдите по ссылочке, сами посмотрите цены. Стрелы вообще настолько неплохи, что некоторые производители, спокойно продавцы, не знаю, добавляют. Какой добавляют? Чуть ли не вдвое дороже их продают. Вообще, когда мне вот эта стрела попалась в руки, долго не мог понять, что это и зачем это. Для спорта такое не годится. Фок. Такое. Но для поля... Стрела очень выносливая. Довольно прочная. Дуракостойчивая, я бы даже сказал. Поэтому для первых шагов и для развлекательной стрельбы вполне себе даже и неплохо. Единственное, что мне конкретно на этих стрелах не нравится, это постоянно откручивающиеся наконечники. Ну, хотя бы хвостовики нормальные, достаточно крепкие, живут хорошо, это уже плюс. Ну, ладно. Значит так. 185 лонг. Кастом, не знаю, не важно как. Тетива у меня это от другого лука, от другого лонга, потому что бы другой подходящий не было. Но тетива такая жирная, такая двухцветная. Это фастфлайт, глушилочки и прочее. И в итоге у меня получается лук, по-моему, это длиной 64 дюйма, если я не ошибаюсь. А теперь так. Офигенная вещь. Мне очень нравится. Дело в том, что из этого лука можно стрелять уже очень по-разному. Потому что прикладки у нас возможны практически любые. Нормальный получается, очень комфортный угол. Лук не легается. А теперь очень интересный момент. Вообще, в джонсинге, 179 в частности, 185, это луки такие, крепыши, собранные. Они чуть-чуть шумноваты, но они быстрые, резкие. Вообще дерзкие, ребята. Так вот. На вот этом луке, здесь длинные плечи 35 фунтовые, но на этой, у 163-го. Но на этой ручке, на моем вы, на 28 дюймах, они тут 45 фунтов. 10 фунтов прибавилось, за счет того, что у нас другая рукоять, по-другому развернуты плечи. Мысль бы странная, быстрее, что я хотел сказать. Так вот. Если стрелять из этого лука без стабилизатора, то после выстрела, да и во время выстрела, ощутимо плечи колбасит. Вот эти. Здесь. Самое смешное, что на более коротких рукоятках такого не замечается. Но уже такой стаб ситуацию спасает. Лук получается очень комфортно при стрельбе. Вообще, давайте я просто покажу, как он стреляет. У меня микрофон. Поэтому, так, наша мишенька где? Ах, не видно ни сги. Солнце в глазах. Ай-яй-яй, как же это все будет происходить? Но ничего, мы справимся. Так, ладно. Вот, собственно, у меня тут три стрелы. Я надеюсь, что там будет хоть что-то видно. Потому что я толком мишень не вижу. У меня солнце в глаза светит. Слышите? Ну, конечно, тут стоят глушилки. Класс, да? Стрелы эти довольно тяжелые. Вот именно с глушилками, со стабилизатором, ну, даже короткий, стреляет практически как олимпик. Ощущение очень схоже. Напоминаю, тут бамбуковые плечи. Такие плечи идут на 163. Вообще, получается классный лук. В итоге, смотрите, какая ситуация. Благодаря широкой гамме ручек и двум длинным плечей у нас получается офигенный модельный ряд. Смотрите. 15-дюймовая ручка 177-го. 17-дюймовая ручка 179-го. Разные по размеру ручки 185-й. Очень интересный 163-й. Разные накладки на рукоять. Разный дизайн рукояти. Разные размеры рукояти. И две длины плечей. Получается, что вы можете собрать все, что угодно под любые свои требования. Хотите совсем-совсем маленький лук 177-й, короткие плечи. Будет очень маленький, очень злой, очень резкий. Вытек у вас 28-29. Нужен компактный тоже, а не быстрый. Под нижний хват. Прямая ручка. Пожалуйста, 179-й. Хочется ручку подлиннее 185-й. Все это с двумя размерами плечей. Что я хочу сказать. Однозначно мне сказать сложно, что сейчас лучше. Короткая ручка и длинные плечи. Или наоборот, длинная ручка и плечи короткие. Здесь вам придется очень серьезно пораскинуть мозгами самим. Лично мне нравится вариант, когда ручка большая и плечи большие. Лук получается длинным. Но это больше закос именно под спорт. Целевая стрельба. Если у нас разговор идет об охоте, боуфишинге и еще что-то, разумеется, луки нужны компактные. Если, допустим, вам маловат обычный 177-й, 179-й, есть смысл поставить туда длинные плечи. Потому что у вас увеличивается рабочий ход. Плечи длинные, запасают много энергии. Кстати, очень интересный момент. Длинные плечи, почему-то они не быстрее плечей коротких. Даже при одинаковом фантаже, но они больше заточены под стрельбу, тяжелой стрелой. То есть на самом деле Джон Синге, сами того не зная, сделали сейчас просто офигитительный и недорогой модельный ряд. Говорить, какой лук лучше, 177-й, 179-й, 185-й я не буду. Вот, например, у меня была жалоба на камеру. Вот, ты говорил, 179-й классно, а теперь 185-й, еще что-то. Вот если, например, сравнить ручки 177-й, 179-й, 185-й, в одинаковом размере, то я скажу сразу честно одну вещь. Вот какая вам внешне понравилась, вот уберите. Кардинальной разницы нет, вообще никакой. Понравился более свежий дизайн? Пожалуйста. Понравились нам, вот к примеру, да, вот опять-таки, вот эти три ручки, вот вокруг них все будет крутиться. Понравился там, допустим, дизайн посвежее 185-го? Оно. Нравится аккуратная, обтекаемая, зализанная форма 179-го? Оно. Понравилась там спортивная перекладка или наоборот там меньшие размеры 177-го? Оно. Они одинаковые, вы не ошибетесь. Ну, а что кому надо, тут уже решайте сами. Пауэр Боу, который вот этот лук мне подогнали, кстати, они там подогнали вообще столько всего. Не знаю, когда я этим заниматься буду. Я хочу что сказать. Вот этот вот кастом, надо придумать, как его делать. Во-первых, стандартные джонсинговские тетивы, это все-таки не то. Нормальную сюда надо ставить, нормальную, быструю тетиву, луку это явно идет на пользу. Обязательно для вот этой длинной рукоятки, длинных плечей нужен нормальный стаб. Не вот эта там резиновая нашлепка, от которой тонку-тонку мало, подуная вещь. Ну, и нормальная все-таки полочка, наверное, е. Получается цацка. Пойду-ка еще постреляю. Пойду-ка. Продолжение следует... Перо болтается. Сейчас опять промажу. Ну почти. Оторвалось. Перо сам виноват. 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 А вот это еще с промахом Почему я не могу Три стрелы засандалить Потому что поклейка Как для блочника И блин хвостовик заел Я его без ключа развернуть не могу А ключа у меня нет Ну тут я иду Все, я забрал Нормальная стрелы, нормально Блин, кунговская фигня Сейчас я ее проверю Блин, даже они лучше летят Холера Настрелялся, по самое не хочу Самое обидное Простудил поясницу Немного сейчас стреляет А так, мелочи Какие выводы я хочу сделать Лук Класс Право на жизнь имеет Вот Если говорить сейчас О предпочтениях Моих Вот для меня сейчас Два любимых лука Из дешевого сегмента Джессингов Это 179 И длинный 185 Насчет того Там кастом Не кастом Длинный Не длинный Не знаю Все разное Ну вот Сегодня отстрелял Да, сейчас меня от него прет Прет сильно Для целевой стрельбы Он, конечно, подходит больше Стрелы Толстым алюминием С длинным пером Стрелять на дистанции Больше тридцатки У меня получается Хреново Особенно Я очень крепко обломался Одна стрела Там оперение Ну, хвостовик Развернут Для блочной полочки И Не поворачивается Зараза Я пальцами его развернуть Не смог Стрельба не шла Два Вот буквально После 30 метров Вот я поставил Там даже отметка была Где-то Короче, 40 метров Уже Все Два из трех Третья не попадает Хоть убейся Ну, стрелил довольно тяжелый А потом взял Истон пауэрфлайт Свои Но они резаны На 29 дюймов Там совсем другой эффект Они совершенно по-другому летят Плюс мне не очень нравится Одна фишка Так, ну у меня получается Здесь что? Алюминий Стекло И карбон Ну, карбон летит лучше всего При том, что самое интересное Вообще, какая ситуация? Стекло тяжелее Ощутимо По весу Карбон летит быстрее Лучше всего Алюминий У алюминия есть одна проблема Конкретно у этой стрелы Вот Почти посередине Это не очень Ну Блин Все это делается Но я лишний раз Убеждаюсь в том Что стрелы Надо собирать себе Самому На тоже так отвлеченное От лука Тащусь как удав По стекловатям Мне он очень нравится Очень хороший размер Очень комфортная стрельба Но вы не забывайте Лук этот уже здоровый Это уже больше под спорт Это что-то около Баррибоу 3D Филд Отлично подходит В Хантере Курв Но именно как Спортивный дивизион Если кому-то что-то нужно Маленькое Компактное Это уже не об этом Но Все имеет право на жизнь Очень забавно Сейчас с этой ручкой стрелять Очень удачная форма Накладки Именно Очень хорошо идет Под прямой хват При том что я заметил Если стрелять Там в поле Ну Уже на площадке По мишеням Нормальный прямой Хват Стараюсь Чтобы лук был вертикально А тому проще Вот если брать Допустим Тот же 179 У него более прямая рукоятка Стреляю с нижним хватом И заваливаю его Он даже под другую манеру стрельбы Это вообще разные вещи Я вот этому поражаюсь Вот у одного производителя Очень схожие модели И такие они могут быть разные Вот это меня конечно поражает Очередной раз И я очередной раз Очень сильно растерялся Дело в том что я хочу Распродать свой зоопарк У меня луков скопилось очень много Что-то распродам Что-то кому-то презентую Тому прочее Почему? Я хочу себе один лук Я сейчас конкретно так напрягся Я не знаю какой Вот просто поболтаю За жизнь лучную Меня интересуют два дивизиона Это модер лонг И какой-либо инстинктив Притом я даже не знаю Это традиция или ханты рекорд Да разница есть Вот пройдите по ссылочке Посмотрите И фашные правила Деление на дивизионы Вы увидите какая там ситуация Но не в этом суть То есть я точно знаю Что я хочу себе Он у меня кстати есть Модер лонг Нормально То есть где-то Ну 64-66 дюймов Комплект деревянных стрел Там и тому прочее И хочу какой-то Разборник Наверное все-таки Какой-то Тейкдаун С металлической Наверное все-таки Рукоятью Ну это в принципе Не суть важно Дело в том Что иногда бывают Деревянные рукояти Тоже массивные Очень прочные Но я все-таки Склоняюсь Чтобы это была Ручка 21 дюйм И наверное Крепление ALF Так чтобы я уже Настроил под себя Подобрал стрелы Я вот На BIMON CENTERSHOT Наверное Все-таки Поглядываю Ну это не суть важно В принципе Те же POWER FLIGHT Для инстинктива Я считаю Вполне То есть уже нормальный Комплект Какие-то карбонки Не сильно тяжелые Не сильно легкие С приличным фоком А кстати Очень интересный момент Вот если стрелять В традиции Там по-моему Обязательно Используется натуральное Перо То есть это может быть Тейкдаун Разборный лук Карбон Алюминий Там еще что-нибудь Но все равно Натуральное перо И с натуральным пером Конечно Даже чуточку проще Стрелять Но опять-таки Я вот уже Сегодня побаловался Какая Ситуация Давно просто Не стрелял Но тем не менее На 30 Вот такая вот Истон Это самый лучший вариант То есть на 30 метрах Из того лука Я сегодня Ну если бы мишень Я повесил Ну из сороковки Я бы не вылезал Это железо Попадает на 30 метрах Очень стабильно Я думаю Я думаю В красном Может быть Даже сидел бы Ну неплохо С этим Сегодня стрельба шла Хотя они Чуточку жестковаты Но пристреляться Нормально Кучность была хорошая Тут без вариантов Самое смешное Вот Это стрелы Абсолютно одинаковые Веса Это точно знаю Что они одинаковые На весах Измерял Но как только Я брал вот эту Сразу Она уже на 30 метрах Заметно выше уходила Меньше Перо Перо Резиновое Маленькое Вот с этими После 30-ника Просто беда Вот самое интересное После 30-ника Тоже с натуральным пером Истон Он начинает притормаживать Не очень здорово В итоге это выходит Летит Попадает Но в итоге Как бы это парадоксально Не звучало Вот так Вот с такой вот стрелой После Если 30 на 40 Еще что-то Очень хорошо летит То есть Стрела Нужна С приличным фоком Небольшим Искусственным оперением Не сильно тяжелая Где-то так 350-360 грамм И будет мне счастье А вот какой лук Все-таки Я не знаю У того же Джансинга Ручки есть офигенные Ну это и 161-й 261-й Там еще один Очень красивый лук Вот то явно На Саторе Хойтовски Поглядывали Очень так классно выглядит Ну Ручки у них у всех классные Все Джансинги За свои бабки Делают Очень хорошие ручки Они прочные С дизайном Все в порядке Нормально Нормально сделаны Каждые для своего дивизиона Для своего дела Все у них хорошо Плечи Я раньше Больше ругался На китайские Ну Ну Хороши Хороши За свои бабки Все хорошо Единственное Что мне Очень интересно Попробовать Ну Насчет плечей Смотрите Какая ситуация Вот эти деревянно-бамбуковые Которые идут на бюджетную серию Ну Бюджетная На Ханта Рекура Они классные Они недорогие Они очень посылистые За последнее время На все луки ставят Ну Чуть-чуть подровнялись Качество получше Мне нравятся Хорошие Быстрые Все как надо А на 161 родные Я вот посмотрел Мне это уже не понравилось Почему? Потому что они практически Такие же Но Они пошире Они Ну Ну Не то Для Такого серьезного лука Надо уже что-то Получше делать У них вроде бы Есть карбон Очень интересно Попробовать Потому что тоже стоит Недорого Там пена с карбоном Уже явно должно быть Что-то поинтереснее Ну посмотрим Как карта ляжет Может кто-то подгонит Это касается ЛФовских плечей То есть пока Я видел Ну Смотрите У меня мечта идиота Была такая 261 Рукоять 21 дюйм И какие-нибудь Каповские Уже с карбоном плеч Или Себастьян Флу Ну что-то такое То есть это реально По деньгам То есть до 200 евро 200-250 Там до 200 Можно купить Нормальные хорошие плечи И очень классная ручка Ручки у них Действительно классные Единственное Что мне не очень нравится Накладки Как они делают У них пластиковые Прикольные В руке хорошо сидят Все хорошо работает Приятные ощущения А вот этот Деревянный композит Пластик У них какой-то Ну Не знаю Совсем неприятный Вот я удивлен Но пластик лучше Ну это опять-таки Дело такое Краснодеревщику Какому-нибудь заказать Из какого-нибудь Кокоболу И будет счастье И вот такой вот вариант А вот сейчас Смотрю на новые модели И вообще Много чего У них есть Очень интересно Испытать их Олимпик Айлэфовский Не помню Как номер модели Картинку Ставлю А так вообще Хорошие Хорошие луки Стоят Мало Стреляют Шустро Стреляют Хорошо И вот как Первый раз Мне еще Мейнхантер Компания подогнала 177 179 Вот с тех пор Все становится Только лучше Потому что даже Плечи Вот сейчас Новые приходили 177 179 Лучше Лучше по качеству Еще аккуратнее Все сделано Узкие Законцовочки Все быстро Все классно Все здорово То есть да Меня это впечатляет Я вполне Теперь однозначно Могу сказать Что да Даже недорогие Китайцы Могут тащить Вот такие вот дела Ладно Пойду домой Смонтирую И буду думать Что снимать дальше Спасибо за внимание До новых встреч Пока Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова